Литовский городок Друскиненкай на протяжении трех дней отмечал День города. Накануне турнира в Литве было солнечно, но и два команды вышли на футбольное поле Прибалтийской Республики, зарядил дождь. Первым соперником Одессы стал литовский Каунас. Счет открыли хозяева, одесситы успели отыграться 1-1, но тут время закончилось. Учитывая формат соревнований, два тайма по 10 минут, практически все команды отсиживались в обороне, чтобы в условиях временного цейтнота не пришлось отыгрываться. И все же техничная линия атаки одесских Акул-Пера вскрыла защиту большинства команд. Один за другим пали оборонные редуты Волыни, НТВ, Минска, Германского Дортмунда, Брянска и Египта. А вот с еще одной литовской командой из Вильнюса пришлось разойтись миром. 0-0. Чемпионская интрига тянулась вплоть до предпоследнего тура. Была такая упорная борьба между командой Вильнюса, Брянска и Каунасом. Даже собрали ровно очки с Вильнюс и Брянска, но последняя игра как раз была, в Вильнюсе и Брянск играли. Шесть побед и две ничьи, а также помощь коллег из Минска, которые отобрали очки у основных конкурентов, принесли первое место дебютантам турнира. Наконец первое место. На фест-плейс турнира турнира. Первое место. Одесса. Будут победители. У нас все получилось. Дебют сборной журналистов плюс молодежь от АТВ дала результат. Мы стали первыми, но стали первыми не потому, что мы сильнее всех, потому что нам, наверное, чуть больше повезло. Мы чуть больше хотели, чем все остальные. Однако почивать на лаврах одесским журналистам не придется. Впереди еще несколько международных турниров. Детальный обзор поездки наших чемпионов ожидайте в программе «Спецрепортаж». Детальный обзор поездки «Спецрепортаж».